Закрытые города Уральского федерального округа, на территориях которых расположены предприятия особой секретности, всегда притягивали своей аурой таинственности. Для многих жителей оставалась тайной за семью печатями жизнь в таких административных образованиях. Но благодаря желанию руководства Свердловской области возродить практику проведения территориальных пресс-туров журналистам Уральского региона, среди которых были главный редактор, директор телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» Андрей Горбунов и редактор газеты «Артемовский рабочий» Ольга Кузнецова посчастливилась побывать в таком закрытом городе, как Лесной. В рамках пресс-тура для участников прошло большое количество различных мероприятий. И первая встреча журналистов состоялась на площадке выставочного комплекса комбината «Электрохимприбор» одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса государственной корпорации «Росатом» Свердловской области. Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Андрей Новиков с радостью поприветствовал гостей со всей области. Были практически все СМИ «Росатома». Сегодня областные СМИ у нас в гостях. Нам это тоже очень приятно. И хочется пожелать вам хорошей, удачной, успешной работы. Ну и новых встреч, новых контактов. И хороших, так сказать, вам, так сказать, тех результатов нашего труда, которые должны проявляться в прессе. Со своей стороны руководитель и организатор пресс-тура Дмитрий Федичкин, директор департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области, подчеркнул, что данное мероприятие стало очередным единением журналистов, их сближением, ну и, конечно же, расширением их кругозора. Пожелав успешной работы, Дмитрий Федичкин передал слово известному российскому эксперту в области масс-медиа и рекламы исполнительному директору продюсерского центра «Автограф» Денису Вишня, который с удовольствием и провел тренинг для всех собравшихся. С целью привести мозг в порядок Денис Вишня предложил в игровой форуме решить ряд волнующих вопросов по теме этических норм журналистики. Разделив участников тура на группы по пять человек, он попросил журналистов пройти тест, выбирая один из ответов из четырех представленных вариантов. Известная российская телеведущая отдыхает на курорте во Франции. В России она редко появляется, но публике практически не дает им интервью. Во Франции ее никто не узнает, как и многие другие отдыхающие, она загорает топливость. Местный папарацци делает снимок с использованием дальнобойного объектива. Он предлагает продать этот снимок вашему изданию, которое часто публикует снимки полуобнаженных девушек с их согласием. Телеведущая, которая узнала о существовании снимка, звонит вам, вы редактор, просит не публиковать эту фотографию. Ваш выбор. Первое, публикуйте, несмотря на ее возражение. Второе, публикуйте черной полосой, закрывающей ее грудь. Третье, не публикуйте. Четвертое, угрожайте опубликовать, если она не даст вашему изданию эксклюзивные интервью. Минута на размышления. Участники тренинга активно обсуждали предложенную тему и варианты ответов. Старались продемонстрировать свои профессиональные и моральные качества. Все группы сделали выбор в пользу варианта ответа, принесшего наивысшее количество баллов в данном задании. В данном случае она известна и телеведущей, и она причисляется тоже к кокорде журналистов, поэтому ее просьбу все-таки придется уважать, поэтому пять баллов за тошки по прибору. В ходе данной встречи журналистов, конечно же, заинтересовали и экспонаты продукции, выпускаемой комбинатом на всем протяжении своей деятельности. Познакомиться с коллекцией выставочного павильона всем желающим помог Сергей Щекалев, директор УВП комбината «Электрохимприбор». Сергей Щекалев поделился с журналистами, что был период, когда на комбинате изготавливались даже кухонные гарнитуры с ручной росписью. Но сейчас предприятие следует своей главной цели и активно работает с нефтяной, газовой, энергетической промышленностью, с медицинской. Одним словом, по всем существующим направлениям. Также директор выставочного павильона рассказал немного и о истории предприятия, с чего все начиналось. Все началось с нашего научного руководителя Арсимовича, который предложил метод электромагнитного разделения затухов урана для получения продукта на первую ядерную пункту. И, конечно же, были в других городах другие методы. Частичка труда города Леснова, комбината «Электрохимприбор» в создании первой нашей отечественной бомбы – это есть заслуга великая, так сказать, вот этого человека, в том числе и лесничан. И в этом году отмечаем такой его юбилей. У него 105 лет, с днём рождения нашего руководителя. Наблюдая за тем, как слаженно работали представители областных СМИ в тренинге с Денисом Вишня, с каким интересом впитывали всю представленную информацию, как активно заполняли базу своих знаний, Дмитрий Федичкин поделился планами на будущее. Сейчас у нас находятся в разработке несколько мероприятий. Ближайшее, которое нам бы хотелось бы провести, мероприятие – это некий такой весенний день здоровья. Мы сегодня рассматриваем площадку Первого Уральска и хотелось бы провести где-то в середине апреля. На следующей неделе мы выезжаем туда, смотрим конкретную площадку. Мы понимаем, что в каждой редакции сегодня небольшое количество сотрудников. Нам бы виделось это, может быть, создавать команды по окружному принципу. Екатеринбург там как пожелать. То есть это первое мероприятие, которое хотелось бы провести. Кроме этого, у нас есть заявки сегодня от Невьянска и совместить с Тополошки с Вестуркой. Очень интересный фестиваль, потому что нам будет там быть со своим ребенком, ему очень понравилось. Есть у нас заявка от Камышлова «Мнию Джаз-фестиваль». Значит, в этом году совместить пресс-тур с этим мероприятием. И в этом году у нас юбилей у Серово, тоже в разработке находится мероприятие по Серово. Поэтому, если у кого-то есть желание, используя эту опыт и возможность, мы готовы подходит к любую инициативу и качественностью организации. В заключение этой встречи, несмотря на секретность комбината, журналистам все-таки удалось побывать на экскурсии по изотопному производству, а также узнать о тайнах истории закрытого города. На обзор на экскурсии по городу лесному. Продолжение следует...